Так, приветствую всех. На этой неделе утренние брифинги вместо Артема Деева буду вести я. Событий у нас на рынке довольно много, поэтому приступим. Начать бы хотел с ситуации, происходящей в Китае, потому что она довольно напряженная, вызывает некоторые опасения. Торговым конфликтом, как мы видим, все не закончилось. Трамп на этой неделе заявил, что готов ввести дополнительные пошлины в размере 257 миллиардов на товары из Китая, если встреча G20 не принесет должных результатов. Сама встреча и договоренности, которые могут быть, это будет конец ноября. Соответственно, до этого момента есть дополнительный риск, который серьезно окажет воздействие на экономику Китая. По хронологии событий у нас сначала началась торговая война, потом у нас пошли санкции, потом подозрения по вмешательству Китая на президентские выборы США, и после этого уже подозрения в манипулировании курсом юаня. В этом месяце конфликт перешел уже на новый уровень. Два военных корабля пытались проплыть через Тайваньский пролив, что чуть не привело к столкновению с китайского эсминца с этими двумя кораблями. Китай в данном случае считает Тайвань своей территорией, президент Тайваня собирается проводить референдум, а США оказывает государству военную поддержку. Во многом этой ситуации вынудилась и Цинь Цзепине на этой неделе приказать войскам на северо-восток Китая быть готовы к военным действиям. Я не думаю, что конфликт будет развиваться, потому что в США скоро выборы, и такого плана ситуации не станут благоприятными для Трампа, и я думаю, что он это прекрасно понимает. Вот Банк Китая после всех этих новостей еще раз понизил, даже не раз, наверное, через день снижает курс юаня, который сейчас находится на 10-летнем минимуме, при этом банк заявил, что 7 юаней за доллар является комфортным для страны и жителей курса. Вот сейчас, кстати, курс уже меньше 7 юаней за доллар. Китай снижает налоги для производителей, ряд частных компаний сталкиваются с проблемой выкупа собственных долгов из-за снижения прибыльности. Власти выкупают эти компании, чтобы хоть как-то поддержать бизнес. Сегодня у нас в качестве подтверждения вышла плохая статистика по макроэкономике Китая. Индекс промышленной активности упал до 52 в октябре, что ниже ожиданий на 56. Вот ниже 50, в принципе, считается рецессией. Перейдем, если мы затронули тему рецессии, перейдем к фондовому рынку США. Тут ситуация тоже довольно-таки интересная. С начала октября у нас падение по индексам составило порядка 10%. S&P вчера закрылся, наконец-таки, в зеленой зоне, накануне отскочив от отметки в 2600. Политика банка, несмотря на комментарии Трампа, судя по всему, будет оставаться жесткой. Доллар укрепляется практически ко всем валютам, даже таким крепким, как израильский шекель, против которого он обычно держится. При этом на довольно высоких значениях остаются облигации США. Все это повышает вероятность укрепления валюты и также повышает вероятность продолжения обвала фондового рынка. Потому что в данном случае фондовый рынок выступает как высокорисковый актив. Рынок облигаций – это государственные займы, которые точно будут гарантированы государством, и это считается безопасным активом. Повышение дальнейших ставок и повышение ставки по бондам, в принципе, будет приводить к тому, что люди будут перекладываться, инвесторы, институциональные трейдеры, хедж-фонды будут перекладываться в более безопасные активы. Таким образом, у нас, по крайней мере, частично обвал вызван именно этими причинами. По мнению JP Morgan Chase, вероятность рецессии до конца года составляет порядка 30%. В среднесрочной перспективе, если этот обвал не продолжится, я думаю, мы увидим с вами довольно-таки продолжительный боковик. Обновление максимумов в этом случае довольно затруднительно. Будем смотреть за будущими событиями, за доходностью облигаций, за ситуацией с американской валютой, потому что она в данном случае также выступает защитным активом, и это тоже, своим образом, сказывается на падении фондового рынка, потому что крепкий доллар, так как вы вкладываетесь в американский фондовый рынок, все покупки совершаются за американскую валюту. Соответственно, доллар укрепляется, фондовый рынок откатывается. Перейдем к паре евро-доллар. Здесь у нас ситуация тоже довольно-таки неопределенная. Канцлер Германии Меркель провалил еще одни выборы после Баварии, на этот раз в Гессене. В понедельник стало известно, что она покинет пост председателя партии до конца этого года и пост канцлера в 2021 году. Для рынков это было ожидаемо, особой реакции не последовало. Вчера на слухах об этой новости ДАКС серьезно вырос. И, в принципе, сейчас находится тоже максимум вчерашнего открытия. Перспектива по евро довольно туманная, в том плане, что сейчас Северная Европа платит по долгам Южный. В долг Италии никто не обеспечивает, по сути, кроме Европейского Центрального Банка. Поэтому ЕЦБ тормозит с повышением ставок и самостоятельно вливает в страну ликвидность путем покупки итальянских облигаций. В принципе, это единственный основной покупатель. Особенно сложно станет, я считаю, после сокращения программы КУИ, когда деньги будут изымать из экономики. У Греции ситуация тоже довольно сложная, потому что она только недавно завершила программу помощи от ЕЦБ. У Франции ситуация тоже не самая положительная. Если Германия, как сейчас явно один главный локомотив, это надоест, то ситуация по евро будет довольно-таки неприятной. Как она развернется, будем смотреть с вами дальше. На данный момент по европейской валюте, пожалуй, больше негатива, нежели чем позитива. Что касается доллара, также у нас по поводу рецессии и довольно долгосрочного прогноза, это растет дефицит бюджета, растет довольно значительно. Уже сейчас долг составляет 100% ВВП, и есть риски того, что он еще будет увеличиваться. США начинают увеличивать количество облигаций на размещение, и сейчас на рекордных отметках находится именно открытое предложение по облигациям. В принципе, дефицит бюджета способствует сокращение налогов, которые принял Трамп, увеличение расходов населения, при том, что безработица находится на минимуме почти за 50 лет. В среднесрочной перспективе это, вероятнее всего, окажет поддержку доллару, и мы с вами еще увидим, что доллар, наверное, будет укрепляться по отношению к большинству валют, но дальше ситуация будет более напряженной. По рынку нефти, все вы, наверное, видели, какое ралли у нас произошло после ситуации с Саудовской Аравией, также падение по рынку нефти пошло параллельно с СНП, все валилось, и, в принципе, еще падение это не закончилось. По поводу Трампа перед выборами, была бы, наверное, невыгодна дорогая нефть, как мы с вами увидели, на конфликт с Саудовской Аравией, касательно убитого журналиста, очень быстро себя исчерпал, несмотря на первую реакцию, после этого рынок нефти продолжил снижаться. США считает Венесуэлу источником региональной стабильности, это, кстати, как дополнительный триггер для роста цены на нефть. Это было заявлено на этой неделе, соответственно, об этом заявил помощник министра финансов по борьбе с финансированием терроризма США. Вчера Мадуро встречался с российской делегацией, и надеется на помощь России в оказании экономической независимости страны. Но в данном случае ситуация довольно очевидна, если этот конфликт будет развиваться, США может надавить таким образом на Венесуэлу, вызвав, например, военный конфликт, или просто экономически повлияя на и так сложную ситуацию Венесуэлы. Венесуэла, как крупный экспортер нефти, соответственно, как крупный игрок вообще на нефтяном рынке, может, например, сократить добычу или ввести санкции, так как она вела, например, на Иран. Кстати говоря, что касается Ирана, то ЕЦБ, точнее, не ЕЦБ, а правительство Европы планировало найти экономическую зону, которая сможет таким образом помогать странам и компаниям проводить бизнес, вести бизнес с Ираном, не теряя, соответственно, деньги на новых санкциях ввиду США. Но в итоге ни одна экономическая, ни одна страна не приняла такое решение взять эту ответственность на себя. Крупный бизнес боится идти против Америки. Вот, поэтому Иран, вероятно, будет искать и сбывать свою нефть. В данном случае это будет Китай, это будет Азия, но это точно будет не Европа. Так, по поводу ОПЕК+, рассматривает сокращение добычи нефти после выборов в США, что неудивительно. То есть, таким образом, Трампу была выгодна дешевая нефть, действительно, она заметно подешевела за последнюю неделю. Вот сейчас, как бы, на фоне этих новостей, уже нас готовят к тому, что, вероятнее всего, ОПЕК будет сокращать добычу, соответственно, цена нефти потенциально может подрасти после прохождения выборов. ОПЕК вчера показала рост запасов на 5,69 миллионов баррелей. Сегодня у нас будет официальная статистика в 17.30 по Москве уже от Минэнерго США. И, в принципе, я не удивлюсь, эта статистика также окажется положительной. Это тоже окажет определенное воздействие на снижение по нефти. Но в данном случае, так как корреляция определенная есть между СНП и между нефтью, я думаю, что они могут пойти парой, если не будет какого-то закрепления на этих уровнях. Что касается британского фунта, он держится у нас сейчас на отметке 1,27. На уровне очень мощной поддержки начала августа видно, что огромное количество покупателей скорее вынуждает смотреть в сторону пробития этого уровня. Я думаю, что пара у нас может пройти еще пунктов 100 до отметки 1,26. Это среднесрочный прогноз. Принимайте решение, опять же, самостоятельно. На мой взгляд, от сколько от этой отметки 1,27 может и не быть. Либо она будет, но потом мы все равно ее пробьем, и это будет где-то в перспективе 1-2 недель. По канадскому доллару тоже интересные уровни. В принципе, многие ориентируются сейчас на продажу. Я считаю, что канадский доллар еще недостаточно ослаб после падения нефти, и снижение цен на нефть еще не оказало воздействия на канадскую валюту. Сегодня у нас будет публикация в 15.30 по ВВП Канады. Хорошая статистика в данном случае, вероятнее всего, действительно позволит укрепиться канадской валюте по отношению к доллару. Если статистика по ВВП окажется негативной, то это будет дополнительно вторым фактором именно по откату и укреплению доллара по отношению к нему. Потому что, в принципе, доллар укрепляется ко всем валютам, но канадский доллар сопротивлялся очень долго этой динамике. Так, по австралийскому доллару жду отметку, наверное, на 0.70. Тоже это сказывается, прямое влияние на валюту австралийскую оказывает ситуация с Китаем. Китайские промышленные индексы падают, и на Австралию это оказывает прямое воздействие. Я думаю, что на 0.7200 мы можем выйти, и это будет, скорее всего, перспектива этой следующей недели. Что касается данных, то сегодня мы следим с вами за индексом потребительских цен еврозоны. Это главный индикатор инфляции и триггер для решения по процентным ставкам. В 15.15 у нас будет рынок труда, предварительные данные по частному сектору от ADP. И в 15.30, как я уже сказал, ВП Канады, и в 17.30 у нас будут запасы сырой нефти. Увеличение запасов, опять же, может способствовать продолжению снижения, хотя цена и так сильно упала за короткий промежуток времени, поэтому будьте внимательны. Всем желаю успешной торговли и хорошего дня. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok